Дан старт специальной программе «Уральск без наркотиков». Она была разработана с учетом основных особенностей региона и его географического положения. Сегодня об этом было рассказано на пресс-конференции с участием представителей областного департамента полиции, государственных органов, врачей-наркологов, а также психологов и волонтеров. Программа рассчитана на получение как краткосрочных, так и долгосрочных результатов. В первую очередь она предполагает повышение участия населения в борьбе с наркопреступностью. К числу долгосрочных эффектов отнесли воспитанию подрастающего поколения непринятие наркотиков, выработка активной здоровой позиции. Мы хотим ожидать эффекта, чтобы несовершеннолетние дети уже в возрасте 12-10 лет знали, что такое наркотик, что наркотики – это зло, что употребление наркотиков ведет к летальному исходу. В течение пяти лет тот, кто употребляет синтетические наркотики, в течение пяти лет максимально их продолжительность жизни. Они должны это знать и должны знать, что предусматривает распространение наркотиков. По поручению Генеральной прокуратуры в регионе реализуется пилотный проект. В его рамках ведется мониторинг пропаганды и рекламы наркотиков, проведены подворовые обходы жилых массивов. Были выявлены многочисленные факты рекламы с актуальными адресами наркомагазинов. Суть данного этапа заключается в том, что после установления рекламы и проведения необходимых первоначальных следственных действий по фиксации следов преступления, нам нужно принимать меры к закраске и удалению граффити. То есть мы должны искоренить рекламу наркотиков во всем регионе. Также хотелось бы попросить блогеров, общественников, спортсменов, молодежь принять активную участие в данном акте с освещением работ в социальных сетях. Я думаю, что таким образом мы сможем повлиять на сознание людей. Специалисты отмечают, что в данное время наблюдается большой наплыв синтетических наркотиков разных видов, в меньшей степени наркотики опиоидной группы. Кроме того, есть и лекарственные формы, такие как тромодол. На учете стоят сейчас 722 наркозависимых. Из них, хотел бы сказать, что с токсикомонией из них 22, 60 женщин и 4 подростка. Из них, значит, трое с нарком... А с токсикомонией один у нас идет подросток с алкоголизмом. Конечно, есть такое понятие в нашей среде, что скрытые наркоманы – это те, которые употребляют наркотики, которые эпизодически употребляют наркотики, но в поле зрения не попадают ни в правоохранительные органы, ни врачей-наркологов. Те, кто попали в поле зрения правоохранительных органов и были доставлены в лечебно-профилактическое учреждение, определяются на лечение по решению суда. Также в центр доставляют скорой помощью в сильном абстинентном синдроме. Эти граждане автоматически становятся на учет. Что касается лечения, то физическая зависимость легко поддается лечению, чего нельзя сказать о психической. Врачи говорят, что это длительный процесс. Срывы бывают через год, через два, но тем не менее, это вопрос мы решаем, лечим. И вот главная цель реабилитации – это то, чтобы наши пациенты после реабилитации возвращались в социум уже полноценными гражданами и вели здоровый образ жизни. Конечной целью программы является стремление молодежи к здоровому образу жизни. Таким образом, она будет подавать пример своему младшему окружению.